сегодня у меня наверно какой там седьмой день загара или какой я уже точно не помню счет успелось хочу загореть на спине передняя часть уже хорошо нормально загорела осталась спина и боковая часть как вы думаете я как всегда вещаю из чешме хотела вам показать китайские розы вот смотрите вот это вот китайские розы которые мы пытаемся дома выращивать вот смотрите как они здесь растут красота это соседский дворик соседи которые пенсионеры это тоже их участок вот смотрите китайская роза кто за ней смотрит никто не смотрит конечно же она сама по себе растет что-то там пытаемся сделать дома мучаемся но он не растут а тут прям на улице и цветет и так я вам все про чешме сняла только вот внутри дом забышь снять сейчас я покажу вам его изнутри здесь дача как дача ничего особенного старенький старенький телевизор привозная вода конечно же забыла сказать что в крайне идет вода артизанская продукты в основном мы продукты привозим с собой так как здесь все в два раза дороже кулер для холодной и горячей воды холодильник помните я вам говорила что здесь техника покрывается налетом потом вот такой налет бывает кухня красного цвета обычная стандартная кухня идем дальше здесь туалет и душевая душевая кабина дверь приходится держать постоянно открытой потому что какие говорила из-за того что дом рядом здесь проблема с влажностью боимся сырости красная как вареный рак идем дальше здесь комната в которой я люблю спать потому что на первом этаже здесь бывает прохладно здесь ничего особенного старая кровать шкаф здесь тоже встроенный шкаф абсолютно ничего здесь сидит из окна вот такой идем дальше здесь комната маленькая постоянно приходится вот держать открытые кровати открытом состоянии шкафчики открытом состоянии держим чтобы не было запаха ну в этой комнате сейчас никто не спит поэтому она в таком положении находится отсюда вид соседний двор наверху продукты дальше на второй этаж эти длиннющие тарелочки все как я люблю так в этой комнате чаще всего останавливается заловка с мужем потому что здесь никто не любит спать здесь жара вот можно сказать это их комната да родители тоже здесь не любят спать мы припочтаем первый этаж вид с окон наш двор вот с этого окна это наше абрикосовое дерево которое не хочет абрикосы нормально давать и вот окна ям сетку что комары находят лазейки как залазить вот здесь у нас ванна точнее душевая кабина в Турции очень мало у кого в доме ванны я практически не видела Обычный умывальник, зеркало, молотенечко и душевое. Здесь комната мальчиков, ну как мальчиков, племянник. Мужа племянник обычно спит, сразу видно, что здесь мальчик живет, вот смотрите, вещи разбросаны везде. Такая вот комната. Из этой комнаты мы попадаем в туалет. Ой, свет, свет. Подождите, я с этой стороны включу. Из этой комнаты мы попадаем в туалет. Здесь только туалет и раковина, ну, умывалка, душевой нет. И сразу следующая маленькая комната. В этой комнате маленькой тоже я люблю спать, когда не очень жарко. Здесь обычно спит доча, доча моего мужа. Но здесь, в этой комнате, я не знаю, почему бывает очень много комаров. Вот такая комнатка. Кроватка. Как и у всех нормальных людей, на дачу привозится все вот старье, которое из домов. Все, что не нужно, все тащить сюда. Ну вот, в принципе, все я вам показала. Комнаты все показала. Вот такая вот дача. Двор, вы уже видели. Все, закрываю. Двор, вы уже видели. Двор, вы уже видели. Продолжение следует...